Украинские силовики Из населенных пунктов Пески, Маренко, Красногоровка, Опытная, украинские рекоратели вели обстрел по территории населенных пунктов Зайцево, Старомихайловка, Спартак, Веселая, район Аэропорта, Вольвоцентра, Кубежска, Петровска района, город Донецк. Приказы вести обстрелы отдавали украинские преступники Жакуна и Клочков с позиции 14-193-й отдельных махозелинных бригад. За прошедшие сутки разведка вооруженных сил ДНР зафиксировала концентрацию личного состава вооружения и военной техники вблизи линии соприкосновения, так, в районах. Населенный пункт Кураховка, 13 километров от линии соприкосновения. Отмечено прибытие трех САУ, шести танков, десяти автомобилей с личным составом боеприпасами. Населенный пункт Маренко, 1 километр. Отмечается прибытие двух САУ и восьми танков. Населенный пункт Артемовск, 20 километров. Отмечено прибытие десяти САУ Гвоздика 2С1, 15-ти, 2С3 Акация и 10 танков. Населенный пункт Авдеевка, 5 километров. Отмечается прибытие группы снайперов из подразделений украинских националистов, прошедшей подготовку на Иваровском полигоне, это под Львовом. По данным отчета миссии ОБСЕ, наблюдатель отмечает присутствие запрещенного вооружения в буферной 15-ти километровой зоне. Судя по всему, наши доводы не доходят ни до представителей СККА с украинской стороны, ни до миссии ОБСЕ. В очередной раз в ходе обстрела Куижского района города Донецка огонь велся по кладбищу рядом с женским монастырем, в котором проходила церковная служба. Также в Петровском районе получила ранение женщина, воеводина Любовь Николаевна, в результате минометного обстрела. Мы в очередной раз обращаем внимание на то, что в преддверии встречи глав МИД в формате нормандской четверки украинцы нагнетают обстановку лживыми обвинениями в обстреле своих позиций со стороны армии ДНР, чтобы окончались сорвать наметившуюся тенденцию к достижению мира в центре Европы. Они хотят войны, а не мира. Продолжение следует...